укуси меня пчела так ведь еще зима короче друзья я вас новый короче на канале теперь разучку делать вот вы на трассе вот трасса ремня у нас нету ремень у нас деревни вот ремень я на нем стою ремень у нас раскручу потому что вот этот канала захотел поставить защиту карбюратора сюда вот так но она у нас дружно начала чесать ремень и ремень сделал себе вот такой вот прорезь решил в моменте ебануть но мы знали это заведомо давно еще перед выездом влюблень мы взяли трос ладно наебал не трос мы взяли блять тапки мешают что так сложно это все мы взяли ремень у нас есть новенький целенький сексуальненький ремешок вот и сейчас он вставай знаешь что что сейчас запрет на славу какой олег ладно я обознал все зовут анатолий у него спортивный колокол и ваху и редуктор я скоро поменяю спортивный а еще карп испугался походу и когда открываешь краник он делает невкусно поэтому его закрываем все равно опять ты плохое слово сказал посвяти мне блять чемодан этот ебаный я не вижу ничего так дамы и господа кто не понял это дурак по совместительству дурак или хадей это уже три пика будет дурак что у нас как дела о тути фрути тихо 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 хотя уже плохой опищался сальниками тем саней обхакался уж тогда ну да оликами а а горячая так не дам Мужик какой-то остановился. Мы одним кадром снимаем, да? Ну, сейчас, да. Это моя целочка. Из крутого у меня цюрикава. На этом все. Ладно. У меня крыло заднее не отсюда. Оно держится на стяжках. Вот это пыталось быть спайно. Но при этом оно держится очень уверенно, крепко. У меня есть камера, но у меня нет камеры. Доп-свет, который нихуя не светит. Бля, сейчас. Еще одну сексуальную фишечку покажем. Все, я буду себя пиарить. Включаешь фару, она не включается. А потом делает... И... Потом быстро... И долго... И... Ну, вы поняли, короче. Что еще можно сказать? У меня нулевит все будет. Вот что я могу сказать. Это наш дырюк. Но он просто нас не увидел. Честно. Вот он. Он съебался. Поэтому мы его на место поставим. Вот. Недавно вот крепление мотора приварил. Вот. Сидит что-то ковыряет дурак. Тут тоже. Но тут плохо видно. Вот там вот, вот шовчик. Не покрасил. О! Наш дырюк уехал. Так к нам не подошел. Он поставил грузики. Сейчас будет собирать все обратно. Добрикольно. А ремень что-нибудь не поставил? Чего, бля? Чего? Ты дурной? Почему? Продолжай светить сюда. Мне нужна шайбочка одна очень важная. Про которую я забыл, когда ставил ремень шире. Где ты? Когда ты не в сети. Вот она. Какие снижения? Что-то оказалось там. Я потратил 4 часа своей жизни, чтобы вот эту шайбочку сделать. Это круто. Можешь микрофон у меня взять? Ну типа чтобы фур не слышно было. И нас было лучше слышно. Давай. Вау! Теперь я буду делать... Получается, сейчас меня должно быть лучше слышно. Ну ты сейчас так орешь, что тебя точно лучше слышно. Потом на статистике посмотрим, вот 50% людей, вот из 30 человек, которые отсмотрели, вышли на этом моменте. Смотри, Клент, ушел. А в шансах тоже я, потому что я популярный. Да ты реально крутой. Да, я популярный Олег. Честно? Выключи камеру, я скажу честно. Нет. Попозже. Хура. Мы справились. Ты себе был ты приебал? Нет. Я у него спиздил один болтик и кинул в рюкзак. Интересно, долго он его искать будет? О, и ты Коля уронил. Это у тебя масло лицо. Честно? Ну ладно. Я немного наркоман, поэтому у меня руки трясутся. Ой, блядь, что такой ветер сильный. У меня аж шлем качается. Большой человек в мире, а меня сдувает. Какой в таком ветер. Блядь, а где? А где? Кого ты ищешь? Дядю. Блядь, дядю. Ну вот болтики есть. Нет, 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 нет. Нет. Я забыл, как вот штука называется. Это вот, которая за двух сторон у такая. Какая? Блядь, для Шурика это насадка, ебаная. А-а-а-а. Тебе руками не покрутить? Нет. Человек-лентяй называется. Нет, я просто подумал. Вот этот сорванный, его не надо закручивать. Блядь, сел? Да? Или просто? Так, где еще болтки? Блядь. Че не облезал-то? А че, поехали в сабли, на танк уже. Можно. Сейчас смотри, я вообще знаю экологию. Смотри, снимай машину. Блядь, где он? Че есть? Блядь, тут, ладно, все равно сорванное. Блядь. Он нашел выход из этой ситуации. А? Он нашел выход из этой ситуации. Да. Я просто тот болтик, он тут лежал, я так оберу его на камеру, так... И он где-то в рюкзаке. Вот он. Точно он? Точно. Ехаем? Не, надо еще с карбом разобраться, что он писается. Блядь, точно еще карб разбирать. Давай, начинай. Не двигай его, а разбирай. А вдруг он перестал? Делай тути-фрути. Идешь, мач? Смотри, сейчас перестанет. Ой, блядь, не оттуда потел. Стой, сучка! Стой, сучка, блядь! Ну и ты, мы не чай! Камеру выключай! Аааа! Дурак. Дяпочка будет. Дурак. Запрещенный звуковой прием. Пи... А может и не запрещенный? Ладно, машины уже, наверное, устали ездить. Думаю, им пора перестать это делать. Ладно, продолжим на моменте разобранного карбюратора. Так. Он начал крутить дыркал. Кстати, сегодня за день мы проебали оба болтика дважды. От вибрации выпали. Да. И жиклер выкрутился. А еще мне кто-то звонит. Давайте узнаем, кто это. Звонит, блядь. Да, звонит. Кто это был? Это был Данечка. Данечка небось уже полгана, да? Данечка только на электричку сел, скорее всего. Мы, блядь, еще свое путешествие не начали. Сколько мы театра 3 проехали? Да не, больше мы выехали. Ну, Рябову мы проехали уже. Так все понятно. Мы на трассе стоим. Ну, у Олега, короче, у Олега защита, получается, ну, то, что он поставил на карп, она от вибрации спустилась немного вниз. Как ты себя снимаешь? Не знаю. Порезала ремень, и ремень отъехал. А? У нас новый есть, мы уже поставили. У него сейчас карп испугался, начал писаться. Вот мы карп чистим. Ну, мы Рябова проехали. Тут чуть подальше. Понял. Ну, жди скоро. Мы, наверное, даже, скорее всего, в саблиной останемся. Я пошутил. А, Олег пошутил. Мы приедем. Нам не надо. Там завтра никого не будет. Ну, короче, жди нас. Давай. О-о-о-о! У меня отваливаются ноги. Кстати, можно поснимать будет дорожку нашу. Потому что у меня есть крепление для телефона, только оно перекрывает камеру. Но его можно поставить другой стороной. И направить вперед! Ты так думаешь? Чего я думаю? Можно, короче, взять мой держатель для телефона. Ставить телефон экраном внутрь. Ну, начать снимать видео. Направить вперед. И ехать в Колпину. И я еще буду там параллельно что-нибудь пиздеть. Просто твой ебало? Нет. На дорогу направить. Как, блядь? Как-нибудь его прицепить? Да. Можно, кстати, попробовать к шлему его присобачить как-нибудь. Можно. Термоклей нужен. У нас его нет. Да и хуй. Телефон как-то есть. Ну, короче, я пошел думать. Ну, я уже пришел думать. Сейчас буду как-нибудь что-нибудь манипулировать. Ну, мы уже выдвигаемся. Так что вы поедете вот тут. Я вас сюда так аккуратненько присуну. Вот так вот. Олег там уже раздает. Стилягу. Так, микрофончик. Для лучшей связи с внешним миром. Блядь, меня комар зачикал. Так, а где мои ключи? А, вот они. Кстати, я туда вот сходил, там посрал. Это было очень вкусно. А еще... А! Хуя, Порш. Телефон мне перекрывает пол ебала. И мне почти нихуя не видно. Ебать он тут начеркашил. Блядь, это мне вот так вот ехать, чтобы дорогу было видно. Ладно, не, нахуй, я вас сниму в пизду. Так. Небольшая настройка. Ну и... А у тебя, когда телефон сажается, он запись сохраняет? Значит, летим. Ой, ябаный сырник. Ой, травка. Поехали. Ой, бля, фура. Сейчас, пропустим фуру. Ебать поебашил. Мэй, джапо, мэй, джапо. Мэй, джапо. Мэй, джапо. Я вам ебанул субтитры, он только что ебашил на заднем. Теперь мы с ним сравнялись. Почти. Он сзади где-то. Че, ебанутый? Че он сигналит, блядь? Наверное, потому что Олег там сзади на заднем валит. О, на обгон пошел. Олег, какой он крутой. Я вахуе. Как же он круто остелит. Лей, упал. Бабах. И Лей куда свернул. Прямо у меня перед ебалом. Жарый. Мы проезжаем жарый. Микрофон на месте имеется. Рукоблудсаниначку. Вот мне нравятся такие люди, которые вот, когда мы даже так вот по краю едем, нас объезжают по левой полосе. Но это и по правилам так и должно быть. Но, блядь, встречается дохуя дебилов конкретных, которые прижимаются, то есть по полосе по правой, по которой мы едем. И то есть к нам прям чуть ли уже, блядь, не в нас уебываясь, едут здесь по краешку. Вот он сейчас нормально сделал. А есть прям, которые вот именно по су... Ну, так же по правой едут и в нас. Че-то, лупа глазит на меня. О, он дрочит начал! Драчун маленький. Хуй не вырастет. Едем медленно, а он даже на заднем не ебашит. Как так? Он просто едет. Он за меня перестроился. А-а-а! Мороб уедут, отстань! А он хотел мне в колесо въебаться. У меня что-то там бьется, блядь. Шлем застегнуть забыл. Тыдыщ! Застегнуто. Так, вас, может, поправить как-нибудь, блядь, не получится. Ну, ладно. О, он на заднее встал. Не встал. О, он стоп пиздел почти что, пока ехал. Оп, на обгон пошел, на обгон, на обгон. Нет, сровень. О, улетел просто! Что за пушка-ли? Блядь, попал, ася еду, вообще не кайф. Оп, упал. Он трусики потягивает. Я все видел, я заснял. У меня фиксированная видеосъемка есть, блядь. Вот у него 140... Ой, блядь, каких 140, нахуй? У него 80 кубов. Два Т. А у меня 140, и он как бы на прогретый у меня дергает. Когда он не прогретый, мы едем, как бы у нас разгон вровень. По максималке, ну, типа, у меня сотку жмет. Ну, у него максималку сотку. Ну, там... Блядь, очко запотело. Ну, примерно, блядь, 97-98. Ну, до округления 100. У него 92. Ну, была максималка на какой-то ЦПГ, на другой. Сейчас у него... Вот, видите, он просто вот... Он газу дает, он с лета просто улетает. Просто оп! И полетел, блядь. Ну, типа, блядь. Кстати, странно то, что по нашей полосе машин нихуя, по его дохуя. Ой, не по его. По противоположной. Суету наводит, вообще дикий. Блядь. Там еще ехать, хуево, тутуево, прям много. Прям очень много. Ну, если быть точнее, то километров 50 еще, наверное. Это первый наш дальняк с ним вместе. И вот такие вот дела. О, первые машины. Кстати, вот я заметил то, что вот когда мы не поедем, всегда, если едут за нами машины, они проедут колонной. То есть, вот за нами сейчас еще догоняют. Вот это первая была. Сейчас еще вот обгонять начинают. Получается у нас... Получается, вот колонна пройдет, там машин 5-6. Блядь, опять очко запотело. 5-6, получается, ну там фуры может попадаться, может обычные легкоушки, может перемешку. И то есть вот, ну три машины на этот раз, и все, колонна закончена. Дальше там они далеко еще едут, остальные. И то есть вот, они так проедут кучкой, и все, их то есть нету. И вот эта странность всегда меня преследует. Ну может меня, может нас всех вместе. Этот дебил уже визор открыл. Но я закрытым, мне тепло. Я подел еще одну кофту, но у меня кофты нет. Я забыл ее взять с собой. Еще по поездке в Любань. Сейчас мы едем обратно в Колпино. 40 километров в час едем. Ну довольно-таки медленно. Ну как бы медленно это хорошо, потому что как бы он на 2Т. Плюс у него сейчас отъебнул датчик температуры. Ну и хуй знает, типа, до скольки он нагреется как бы. И вот сейчас лучше не топить. Сейчас едем так спокойненько. 20, ну 20, где-то 35 процентов газа. Так, катимся спокойненько. Нас он обгоняет. Едем. Нам никто не мешает, мы никого не мешаем. Была бы одна полоска, было бы не круто. А так у нас до Колпино этот... Ой, блядь, какая двухполоска. А, ну да, была бы двухполоска, было бы не круто. А так у нас он четырехполосная дорога, так что заебись. Блядь, опять же запотело. Мотобрат проехал. Олег все за писью себя дергает. Ну, писья у него в районе ручки газа растет. Он вот так, дринь-динь-динь. Ну, мы просто в Любани были, он три дня не дрочил. Вот у него, походу, проявляются его, блядь, признаки того, что он хочет трахаться. Поэтому, да. А прикольно, кстати, когда он газу дает, у него поднимается вилка передняя. И, как мне кажется, по его еблищу, ему очень не нравится то, что, скорее всего, я буду ехать всю дорогу и тупо что-то рассказывать. Ну, как бы это и прикольно, потому что мне уже будет не скучно. Вот. А так, я когда один еду, то есть, мне либо музыку надо включить, либо мусора едут. Ну, это по пояснике, так что это, как бы, похуй. Это заебись. Нас они трогать не будут. Но если они даже нас будут трогать, то это будет не кайф. И мы сейчас куда-то заехали в какой-то населенный пункт, я его проебал. Скорее всего, тостно. Хотя, вряд ли, нет, не тостно. Это точно не тостно. Ну, по зеркалам не видно, чтобы они развернулись. Я вижу тоже, что меня Олег пытается бортануть немножко. Прямо вплотную почти едет. Ну, заднего моего колеса. Блядь, ну, вроде похоже на тостно. Но непонятно. Вроде тостно, вроде не тостно. Ну, как бы в тостно нас еще хапнуть может. Может, сегодня на видео попадется погоня. Ну, типа, как она попадется? Это будет, типа, чисто от первого лица. Блядь, я пятечку запотел. Ну, как от первого лица. От первого руля. Да. Олег не кивает, ему похуй. Ограничение 50, мы едем 40. Поэтому мы крутые. Только я до сих пор не могу понять, что это за населенный пункт такой. Едем мы уже 14 минут по времени. Ну, с момента поломки. А, нет, это еще не тостно. Мы еще далеко. Все, я тут проехали место, где у нас наш друг, Данил Апрамович, поломался. Немножко. Ну, у него тогда то ли катушка отъехала, то ли коммутатор. Вот. И опять нам дальнобольщик посигналил, нахера непонятно. А, мы в Ушаках проехали вот речку, называется Ушачка. Угарное название Ухахачка. Олег там, Олег едет. Благо, прикольная вещь. Мне нравятся зеркала, очень удобные. Меня вот Кент купил, он себе поставил одно. Вот как раз таки вот этот наш Данил. Мне отдал второе. И как бы я вот залепенил его на левую ручку. И оно кругленькое, маленькое, удобное. Не сперва я ездил, что оно опущено вниз было. Но я понял, что это не особо удобно. Я его направил вверх и немного отогнул вбок. И опять что-то запотело. И этот. И все прекрасно видно. Только у него слишком сильное уменьшение. И через него как бы машина близко, но по ощущению она далеко. Ну к нему просто привыкнуть надо. Вот машины там едут, они как бы по виду далеко. Но как бы на самом деле они не так уж и далеко. Но как бы фары их вот отсвечиваются в этот. Вот на обгон идут. Фура вроде. Ну газелька почти угадал. По зеркалам хуёло пойти. Видно. Вот Ларгус у нас есть. Миллион сто платят тем, кто идет на СО. Заехали мы в Ушаки. Нас повернуть, если вот тут проехали поворот направо. Там бы мы попали на станцию. Ушаки. О, сочная бэшка проехала. Что вам еще такого рассказать-то мой? Олег вот на заднем ебашит. Сейчас увидите. Вот он валит. И как? Мы проезжаем 635 километр. У меня заложен нос немножко. Так что могу говорить нос. Походу, такими темпами, потому что у меня больше историй. Скоро я захочу его канал. Да я не знаю, нравится это кому-то, не нравится. Ну типа много. Есть люди, которые типа им нравятся, они смотрят. То есть канал, они заходят в видео. Там начало какое-то вступление. Ну и интересненькое такое довольно-таки. С поломки начинается карбюратора. Ну почти карбюратора. Вот. На аварийке что-то катится. Ну ладно. Получается, с поломки начинается какой-то. Опять Олег на заднем. Ну как бы мы хотели... Вообще мы не хотели заранее начинать снимать. Как бы я... Ну мы сидели. Что-то уже... Многое говорю, в горле першит. Вот. Там опять мусора походу едут. Или мне показалось. Мне походу показалось. Этот. Блядь, о чем я говорил-то? А, вот. Сломались мы, Олег, уже крышку открутил. Кивает еще. Да, да, да. Едем. Получается, крышку откручил. Я такой думаю, блядь, а что не поснимать-то? О, там уже мусора. Это уже не круто. Там уже именно красно-синие. Все. Все. Олегу передал то, что там впереди мусора. Но это не особо... Ну, хотя, что, мы вдвоем. У меня свет есть, у него света нету. Это уже проем. Но я в шлеме. Ну, вроде там кто-то на аварике стоит. Скорее всего, тормознули кого-то. Олег бибикать научился. А, ну да, они там тормознули. Плюс они на... На соседней полосе. Так что, трогать нас вряд ли будут. Еще нас сзади обгоняют. Странно, обычно мы когда едем, то есть... Мусора либо вот так вот обгоняют, либо... Их вообще нету. То есть, мы до этого катались. Сколько мы раз уже приезжали сюда. Типа, не туда. Ну, на дорогу в Любань, не обратно. Как бы, ментов не было никогда. Сейчас что-то появились. Вот, сейчас вроде, да, развилка. Сейчас мы едем прямо. И машин будет очень мало. Вот они стоят, наши друзья. А, тут ДТП... Нет, не ДТП. Или ДТП, непонятно. Что-то такое происходит. Ну, короче, мы двигаемся прямо. Двигаемся в Тосно. Ушаки мы проехали. Мусора за нами вроде не едут. Или едут. Да вроде не едут. Не, мусора там стоят, остались. Мы едем прямо... Мы едем в Тосно. До Тосно 5 километров 400 метров. Поэтому, да. Ноль. Вот, там был знак с нулем. Короче, вот у нас пустая дорога. Двухполоска. Одностороннее движение. Олег отчасти встал на заднее. Ну, и отчасти того, что он увидел знак вот эти вот по краям дорог стоят знаки маленькие. По километражу, типа. Очко за поделом. Вот он, от радости. Я аж ебашен на заднем. Получается, что? Стоят по периметру дороги знаки обычно прямоугольные. И на них цифры там, получается, ну. Это километры. Типа сколько километров осталось там на какого-то места. И что мне нравится на таких дорогах, это то, что тут не убирают вторую полосу. И можно сделать вот так. Как бы это ни полоса, это просто дорога. Ну, типа, да. Олег за мной устроился. Ну, там уже машину ехать начинают. А, хотя они не сюда, скорее всего. И вот, блядь, свет так заморгал. То, что мне показалось, что там мусора едут. Ну, а так прикольно, да. Ну, там вон впереди машина. Видно то, что она свернула. То есть здесь дороги нету. Здесь вот перестраиваться надо в правую полосу. Потому что там дорога заканчивается дальше. Время, экспериментальный участок дороги какой-то. Так. Ну, мы едем еще, едем, да. Одностороннее движение пока у нас идет. Сейчас будет двухстороннее. Ну, тут можно повернуть, поехать обратно. Но нам хуя нам это делать. Мы поедем дальше прямо. Внимание, начало разделительного отделения через 150 метров. Считаем знаки. Телек и машина на заднем. Я на это гляжу. Гляжу на дорогу. Мы кайфуем. Сзади машин далеко. Тут начинается двухполосное движение. А нет, не двух, четырех. Ой, не четырех. Трех. Трех полоск. При этом там сейчас... Поэтому, скорее всего, нам сейчас придется держать на обочину и пропускать на роут. Потому что мы едем довольно-таки медленно. Меньше средней скорости движения. И поэтому люди там уже на подъезде. Поэтому сворачиваем на обочинку. Надо как-то доложить Олегу, чтобы он пропустил. Погазовать не получилось. Гудка у меня нету. Что делать, я без понятия. А, он и так и пропускает. Коль же он молодец. Машины далеко. Я сворачиваю обратно на полосу. Он мне показывает то, что, типа, мое место по этому... По обочине. Потому что у меня питбайк. И, типа, мне по кочкам с кайфом ездить. А у него, как бы, это дорожная вещь. Скутер. Типа, ему надо ездить по этому. По асфальту. И он мне показал то, что он на асфальте, я по обочине. Я вот теперь уебываю, что он умеет ездить на заднем. Я и не умею. Даже если мне дать скутер, я все равно уметь не буду. В этом весь я. О, вот значок был 2 километра. Поэтому я обгоняю Олега. Мы пропускаем людей, которые едут сзади. Потому что они там дружелюбно поморгали. Хотя тут начинается двухполосное движение, могли бы подождать, в принципе. Но все равно там вроде фура едет. Хотя фура, нет, не фура. Фура, не фура. Не, не фура. Обычный Лексус. А, это Кия даже. Не Лексус. Олег, у меня тут прям на хвосте висит. Прям мне в зеркало глядит. На заднее не встает. Я его не пропускаю. Из-за этого имбецилла я не вижу, есть ли машина сзади. Но по свету фар на столбах, на отражателях. Машина есть, да. Машина есть, машины едут. Едут, идут на обгон. Вот так вот. Фарды всякие. Скоро у нас будет ТОС, но время у нас сколько? Полдвенадцатого. Выехали мы в десять. Как бы, блядь, полтора часа мы уже едем, и еще не проехали даже полпути. Ну, хотя... В этом все виновата поломка Олега. Небольшая. Я представляю, какой там расфокус у вас, потому что вибрации сфокусироваться, блядь, у нас начинается вода какого-то хуя. Тут был дождь. И это очень не круто. Сейчас оттормаживаемся, останавливаемся, чтобы вас выкинуть. Да телефон снять. Телефон снять, чтобы не залило. Да все равно, я уже заебался. Там вибрирует сильно, и как бы ни хуя непонятно, фокуса нету. А вот, что у нас стоит? О, заодно пошли, пошли, не так. Да я что-то саду пошли. Блядь! На хуя не хочу, мать. Теперь не хочу, машин не хочу. Нас сова обогнала только что. Чего, блядь? Да, блядь. Ты едешь, я, блядь, как-то тебя в зеркало усмотрю. Смотри, а ты хуйня. Вау, ебашень. Не, не видел, кстати. Я так и не понял, там ДТП было или что? А? А, стой, нет, там же на пыль. Не, ну просто стоял знак этот, треугольник. Опа, тыр-пырыр. Олег писает. У него видно жопу. Где нам? Где жопу-то видно, блядь? Это... Давай. Такое запрещено, нет? Не показывай, ладно. Ну, все, ждем Колпина. Мы доехали. Мы доехали. Нас чуть мусорами приняли, весело. Ну, вообще, да. Этот, блядь, по каналам полетал. Я просто поехал по дороге. Ну, говоришь. Расскажи, как ты по каналам полетал. Короче, как было. Ну, мы едем. То есть, как мы ехали в Любань, нас первый раз приняли. Это надолго. На. Время рассказывал. Да. Короче. Приехали. Ну, то есть, у нас было то же самое место, как мы ехали в Любань. Нас тоже приняли первый раз. Ну, пытались, по крайней мере. Уехали тоже в поле. Ставим видео, да? Ну, да, вставим видео. Ну, там только начало было самое. Как мы в поле приехали не было. Ну, то есть, Олег уехал вперед. Я с пассажиром вторым номером заехал в поле. Чуть не улетели в канал. Ну, то есть, мы улетели, через нее проехали. И... Что было там, блядь, дальше? А, ну, этот дебил отвалился от меня. Я заглох. То есть, пассажир с минтовской машины начинает к нам спускаться. И... Что? Ну, он говорит, типа, куда вы уезжаете? Подождите, надо... Ну, типа, поговорим просто. Ну, я вот так и завелся. Мы стоим, думаем. Ехать, не ехать. Мне второй мой пассажир говорит, типа, давай газу-газу едь, типа. Ну, я такой, все же, думаю, ну, надо ехать. Короче, там куда? Я дебил в поле побежал. Минт за... Ну, сперва за мной, потом за ним. Я поехал, то есть, там, шли деревья, поле. Ну, тут канала в углу и маленькая дорожка там где-то. Я, что не знаю, как там показать, если вы не поймете. Ну, где-то сантиметров 50, наверное, в ширину. Ну, и я по ней летел где-то в 60, фар выключил. В итоге там был сворот небольшой в поле, в само... Ну, при этом туда заезда, как такового, для машин нету. И канала шла небольшая. Я в нее съехал, пить на мот положил. И сам лег, лежал. Эти мимо проехали, второе мы послышали, пешком до меня дошел. Я его взял, доехали до Ego, поехали дальше, уже нормально доехали. Ну, и вот сейчас, грубо говоря, ну, там, на 3 километра уже... Нет, не на 3, на километры где-то ближе к Колпино. Сейчас второй раз уже, ну, на тот момент было тоже Skoda. И сейчас Skoda было. Как было? То есть ехали мы спокойно, то есть в одной полосе. Я ближе к левой полосе. В крайней правой мы ехали Олег. С другого края. Ехали на ровне. Подъехала... Ну, то есть сбоку прижалась эта Skoda. Дебил, блядь. Кик, не дам, не дам. Короче, прижалась, включила проблесковые. Типа, ну, мы сразу все поняли, тапку дали. Я улетел вперед, я сразу понял то, что, как бы, Олега... Ну, их надо брать на себя, чтобы Олег, типа... Ну, типа, уехал, потому что я-то могу уйти по полям. Ему только по дороге, но по дороге его рано или поздно все равно хапанут. Я уезжаю вперед, он остается, Олег, сзади. Мы едем со Skoda на ровне, она меня пытается зажать. Я прижался, получается, к полосе, которая идет вдоль обочины. Они меня зажать не могли. В итоге в какой-то момент у них это получилось. Я съехал на обочину, ехал по обочине. Доехал до поворота направо, там был, ну, как перекресток на трассе. Поворот направо в населенный пункт. Я сперва думал повернуть туда, у меня не получилось это сделать. То есть я тормозился, они начали ехать вперед, я газу дал. Уехал немного вперед них. Но они все равно меня догнали. Вот мы уже едем на уровне, ну, получается, проехали поворот. Я тормозился почти полностью, они уехали вперед, потому что я понял, они изначально начали выезжать вперед, потому что при выезде на трассу всегда есть полоса разгонная, чтобы заехать, ну, типа, уже с нормальной скоростью на саму трассу. То есть они перестараются в нее, я полностью оттормаживаюсь. Начинаешь разворачиваться, скинув мопед на нейтраль, и уже просто на нем бежа. Или, как это сказать, бега-бежа. Безидь. Толкая, короче, ногами. Безидь. Отземлить себя вместе с ним. И при этом пытаюсь давать газу, хотя я на нейтралке. Нормально. Я начинаю разворачиваться, несмотря назад. Уже заехал на дорогу, смотрю назад, в меня едет фура. Я первую воткнул, выехал, получается, возвращаю свою полосу движения, противоположную, по которой я ехал изначально. И повернулся назад, ну, поспорил сперва, есть ли можно проехать. Понимаю, что успеваю, там едет еще одна фура. И, получается, сворачиваю на дорогу, уезжаю уже ровно, еду. Оборачиваюсь, они уже развернулись, начинают ехать в мою сторону. И был еще один сворот, тоже, получается, для меня, опять-таки, направо. Это уже был сворот в поле. Ну, я сперва не понял, что в поле. Я сперва думал, там обычно асфальтированные дороги. Я поворачиваю, там стоят блоки, которые ограждают эти белые-синие с песком внутри, с пластиком. И там небольшой такой проем есть, который, в принципе, помещается в машину. Раз, не шкода, октавия. Или рапид, я не понял, кто это был. Получается, свернул. В поле. Они там проехали, я сперва, ну, выключаю фару. Получилось так, что выключил не фару, а полностью зажигание. Пытаюсь дать газу, ну, что-то не лёгко, понять не могу, что. Понимаю, то, что выключил зажигание. Включаю зажигание, опять-таки, с фарой. Понимаю, то, что я опять дебил, включил фару. В итоге выключил фару, просто дал газу и ехал. По темноте, по полной. Ехал, получается, обернулся, они включили габаритные огни и поисковый фонарь. То есть я от них уже далеко уехал. Заяхал в кусты какие-то, спустил пяток максимально в канал вниз. Поставил на передачу, на подножку, сам рядом сел, сижу. Пытаюсь звониться до Олега, у меня не получилось. То есть он тогда на тот момент ещё ехал. В итоге посидел, там подождал, пока он мне сам перезвонил. Мы обговорили место встречи. Я выехал уже по другой дороге, но там, получается, был съезд первый, в который я съехал. Шло поле большое. И здесь второй съезд, но он был, ну, как то, что вдоль дороги стоят металлические отбойники. О, отбойники, называется, вот точно. Отбойники. Вот. Я через них выехал, так же вот развернулся и поехал уже в сторону полки. Там уже дальше без происшествия. Ура! Ура! Победа! Сразу две истории вам дайте. Я-то на самом деле торопился домой какать, поэтому не решился вступить в погоню. И всё, наверное. Мы будем продолжать данный видеоряд или нет? Ну, надо ещё куда-нибудь. Идите нахуй. Я решил, что видос надо продолжить. У нас... Следующий день. Тут пукбайк чинится. Там догнивает Дива. Тут догнивает пидбайк. Тут пытается сгнить и оживиться пидбайк. Тут так. Продает диск. Резина. У меня вчера въебало колесо. Вот это вот. Просто разбортировался, всё. Ремень въебал. Ремень поменяли. Фильтр въебал. Фильтр приедет завтра. О, Даня живой! О, Даня живой! О, Даня живой! О, Даня живой! Он вчера обрыгал всё! Вообще всё! Этот человек обрыгал всё! Я зачем-то на камеру сказал, что он всё обрыгал. Давай! Правильно! Какой нахуй первый запуск? Как только я выключу камеру, он заведётся. Сто пудов. Ладно, это всё неинтересно. Вот он заводится с пол брючка. И вот он тоже вроде. Да, наверное. Не знаю, кстати. С пол. Ты метки правильно выставил? Уверен? Да. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Не знал, что он умеет на 4-ую передачу делать? У меня такой. Странцы, там вот это, там вот это. Да. ты хоть бы футболку передел у нас где-то она уже и там не видел скину нас кинула видео ты заводи давай я уже устал короче это бесполезно вот что полезно что правда полезно это просто максон смотри дзонг так вот аккуратненько лапку дзонг и все работает и не клянит и батерина злая просто пиздец обижали